МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запланирована ли линейка? Как будут проходить уроки? Нужны ли маски детям? Задать вопросы по началу учебного года на Колыме можно по телефону горячей линии. В Магадане начался осмотр клумб конкурса «Северное соцветие-2020» – лиса, лебеди и бегемот. Этот зверинец – цветник, декорированный собственными руками. На территории 60-го детского сада по улице Портовой развернулся волшебный лес. Так называют свое зеленое творение сотрудники организации. Ромашки, васильки, календула – растут здесь и многолетники, и однолетки. Создать волшебный лес помогли родители воспитанников сада. Приносили саженцы и закупали семена. По словам воспитателей, их гордость – ландыши. У нас на одном участке, где гуляют маленькие дети, посадили ландыши, и они нас хорошо перезимовали и радуют нас. Мы все ходим и любуемся. Они самые первые зацветают. Также на заднем дворе детского сада сделали свой огород. На нем растет земляника, клубника, кабачки, редис, горох, лук и укроп. В здании на окнах выращивают огурцы. Работники сада рассказывают, что после того, как урожай созреет, им угостят малышей. Потом мы будем все это передавать на кухню, чтобы они нам приготовили что-то вкусненькое. Смотр дворовых цветников будет проходить до конца недели. После того, как комиссия оценит всех участников, организаторы выберут трех победителей. Специалисты отмечают, что больше всего ценятся участки с большим разнообразием цветов. В детских садах такое разнообразие есть. Очень хотелось бы отметить детские сады. В этом году многие детские сады не работают, детишек нет. Но мы видим старания педагогов, старания родителей, которые очень заботливо, очень внимательно к этому конкурсу относятся. Конкурс в 2020 году проводят в пятый раз. В комиссию по оценке входят представители городской администрации, общественные палаты, комбинаты зеленого хозяйства, городского отделения союза художников. К следующей неделе определят трех победителей. По словам организаторов, приз – денежное вознаграждение. Список не справившихся с коронавирусом жителей Магаданской области пополнился. Как сообщили в региональном Минздраве, умерла пожилая женщина, которой было 79 лет. Всего на Колыме уже 14 летальных случаев. За последние сутки выявлено 23 новых заболевания. За все время в регионе зафиксировали более 1400 человек с COVID-19, выздоровели 1048 магаданцев. По количеству заболевших коронавирусом Колыма занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе, первое у Камчатского края. Магаданские предприниматели могут получить субсидию на дезинфекцию и проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Заявление на получение субсидии можно направить в электронной форме по ТКС через кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы России или в виде почтового отправления. Помимо заявления, никаких дополнительных документов подавать не требуется. Численность наемных работников налоговики проконтролируют самостоятельно на основании сведений, поступивших из Пенсионного фонда России. Заявление будет рассмотрено в течение трех рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату. В настоящее время подали заявление 229 от 189 налогоплательщиков. Из них 110 налогоплательщиков подают под условия получения субсидии. Начислено субсидии 2 млн 352 тысячи, выплачено 2 млн 253 тысячи. Субсидия предоставляется единоразово. Заявление принимается до 15 августа текущего года. Выбирать депутатов в Магаданскую областную думу колымчане будут три дня. Нововведение утвердили в Центральной избирательной комиссии. Связано оно с эпидемиологической ситуацией в стране. Практика голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации показала, что досрочное голосование помогает снизить риски распространения болезни. Здесь угроза некоторой связанной с санитарной ситуацией в нашей стране. Предусмотрено, что на выборах будет досрочное голосование, которое будет проводиться 11 и 12 сентября. На выборах депутатов Магаданской областной думы 7-го созыва. Голосование будет проходить в помещениях на избирательных участках, на придомовых территориях и по предварительной записи, при наличии уважительной причины, на дому. Также изменения ввели в систему выборов кандидатов в Магаданскую городскую думу. Раньше у нас было 14 одномандатных округов и 28 депутатов, половина выбиралась по партийным спискам. Сегодня у нас 21 избирательный округ и голосование по партийным спискам отсутствует. В связи с изменением количества одномандатных округов, изменили и границы сформировали новые 5 избирательных участков. В каком проголосовать 13 сентября, можно узнать на сайте избирательной комиссии www.magadan-избирком.ru Магаданский детско-юношеский центр чтения победил в конкурсе на создание мобильных библиотек. Лучших отбирали в рамках национального проекта «Культура». Всего по России подали 542 заявки от 82 субъектов. В итоге победили 110 библиотек, включая Магаданскую. Теперь ДЮС должен преобразиться, рассказывают специалисты, чтобы соответствовать потребностям посетителей разных возрастов и потребностей. Надо сказать, что этому предшествовала большая подготовительная работа. Мы написали заявку, был создан дизайн-проект пространства будущего детско-юношеского центра, который станет очень интересным, очень современным. Будет проведена полная модернизация. Сатурники центра чтения планируют приобрести новые книги и заменить мебель. Подготовительные работы уже начались. По словам специалистов, они хотят сделать в библиотеках дискуссионные клубы и лектории. Детско-юношеский центр чтения по планам полностью преобразится в 2021 году. В Магадане работает горячая линия по вопросам о начале нового учебного года. Ее запустило региональное министерство образования в связи с пандемией коронавируса из-за многочисленных обращений горожан. Родителям расскажут об организации учебного процесса в этом году. Начало первой четверти будет особенным. Например, одним из нововведений станет кабинетная система. Ученики будут оставаться в классах, а педагоги приходить к ним. Численность детей в комнате не должна превышать 15 человек. Сидеть они будут не менее чем в полуторах метрах друг от друга. Перемены для классов будут начинаться в разное время. Задать вопросы родителям могут по телефону 20-09-30, 20-09-12. Вступил в силу новый ГОСТ на автомобильные номера. Владельцы легковых, грузовых автомобилей и автобусов могут ставить регистрационные знаки нового формата. Жестянку с номером квадратного типа 1А разрешается устанавливать по желанию и только на заднюю часть автомобиля. В передней части автовладельцы обязаны не менять стандарт прямоугольных регистрационных знаков. В соответствии с ГОСТом 50-577 на транспортных средствах с нестандартным местом крепления регистрационных знаков допускается установка заднего регистрационного знака типа 1А, квадратные регистрационные знаки для легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Хочу обратить внимание водителей, что установка регистрационного знака типа 1А на передней части транспортного средства является нарушением указанного государственного стандарта, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. По новому ГОСТу от 4 августа 2020 года табличку с квадратным автомобильным номером типа 1А можно получить у организации изготовителя регистрационных знаков, включенного в официальный государственный реестр. В подразделениях госавтоинспекции новые регистрационные знаки типа 1А не выдаются. Медведь-собакоед, который несколько дней назад устроил кровавое пиршество на улице Речной в Магадане, спустя три дня после инцидента был обнаружен в районе питьевого водохранилища. Группа инспекторов отогнала животное к мысу Островному, где продолжили круглосуточное дежурство. Мы патрулируем район Пионерного, чтобы не допустить хищника к жилым постройкам, к людям. Тем не менее, хотел бы предупредить людей все равно быть осторожными, потому что пока хищник на свободе. Еще один инцидент, связанный с нападением косолапых, произошел сегодня на месте пастбища в районе села Клепка. Там медведь задрал лошадь одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Причиной того, что хищники вынуждены добывать пищу таким образом, по словам специалистов, является отсутствие ягод и грибов в связи с непривычным для региона засушливым летом и отсутствием рыбы в реках. Между тем, с начала лета активность медведей пошла на спад, чего нельзя сказать об их рыжих лесных соседках. В последнее время участились случаи выхода лис к людям в поисках корма, что тоже может иметь неприятные последствия для человека. Лисы являются переносчиками бешенства и кормить лису может кусить и, соответственно, человек может заболеть. Также, если даже не было ранения, еще что-то, на руках может остаться лисия слюна, которой впоследствии можно тоже заразиться собачьим бешенством. Поэтому в этом плане с лисами лучше не контактировать. Отметим, в случае непредвиденных обстоятельств, связанных со встречей с хищниками, необходимо обратиться по номеру 02, где вас перенаправят к специалистам регионального отдела охот управления. Магазин «Тысяча запчастей». Мы сами закупаем и разбираем автомобили в Японии. И привозим в Магадан только самые нужные запчасти. «Тысяча запчастей» в наличии на «Берзина-12». Приходите, поможем с выбором. На связи с вами по телефону 61 75 75. Поехали. Раз, два, три. Жизнь — это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три. Теперь слышите? Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. «Мастерок». Магазин правильных решений. Карломаркса 62. Друзья, подписывайтесь на рекламный инстаграм-аккаунт «Рекламная лавка Магадан». Здесь всегда свежая и актуальная реклама, услуги, объявления и вакансии нашего города. Будьте всегда одними из первых в курсе всех акций. Распродаж, поступлений товаров. В четверг 6 августа в Магадане переменная облачность без осадков. Температура ночью 9 тепла, днем воздух прогреется до 18 градусов. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, юго-западный 2,6 метра в секунду. Влажность составит 65%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63-66-92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова